На связи со студией Михаил Шейтельман. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Вот как раз, давайте, сразу хотел привести еще один пример, но давайте сейчас обсудим ситуацию в Вологде, да, что меня всегда интересуют вот эти вышестоящие инстанции. Некий великий человек, либо великие люди, к которым обращаются родственницы мужчин, которых мобилизовали, должны что-то решить. Как они себе это представляют? Кто должен прийти вернуть мужей, сыновей и так далее им домой? Кому они записывают? Вот знаете, напоминает немного Ваньку Жукова, который писал там на деревне Дедушки Константин Макарычу. Соответственно, что ждут эти женщины, что должно произойти и как им должны вернуть их мужчин? А это очень такая советская традиция, и Россия же, она не зря считается правоприемником Советского Союза, потому что она не только право это, да, за собой забрала там место вгона и так далее, но и национальные такое, национальные правила поведения, что ли, там действительно в Советском Союзе было как? Я буду жаловаться начальству, да, начальству. Так было принято. Буду жаловаться куда следует. Вот так жаловались, писали такие жалобы, куда-то в партком жаловались, понимаете? Вот сейчас примерно то же самое. Я с этим столкнулся недавно, кстати, вот то, что вы рассказали. Мне, мои зрители, когда я объяснял, как надо, что в России, не надо, все важно, если вы хотите быть приличным человеком, вы должны бежать оттуда и так далее, на что мне написали, а как, а кто нам будет там платить? Кто нам будет там платить за границей, понимаете? То есть человек не думает, как он заработает денег, он думает, кто ему будет там платить. Вот так же эти женщины думают, что есть кто-то там наверху, который все за них решит. Ну да. Тогда приведу еще один пример здесь, ну, кричащий, но, знаете, мы уже начинаем, я так понимаю, привыкать вообще к подобным историям. Но это в настоящее время и сирена, новую нашли историю россиян, отказавшихся воевать. Мобилизованных бросили на передовой в Луганской области, а затем заперли в подвале. Я уже, меня это не удивляет, но тем не менее. О чем пишет в настоящее время и сирена, что мобилизованных мужчин отправили на передовую, где им приказали рыть окопы. Через некоторое время начался обстрел, призывники также рассказали, что они держались на этой позиции три дня без еды и воды. Командование их бросило, а потом у мобилизованных не было ничего, кроме автоматов. В результате они отступили. Долго их там пытались, мягко говоря, убедить. Да, когда поняли, что убедить не удастся, офицеры влияли по-разному на отказников, оскорбления, угрозы. Потом вывезли их обратно в Луганскую область, и родные военнослужащих узнали об этом только через неделю, когда они уже оказались в подвале непосредственно. Вот меня еще интересует все время один вопрос. А какой смысл в том, чтобы отправлять необученных, мобилизованных людей, которые там роют окопы в какую-то атаку, бегут и так далее, их убивают пачками, они гибнут, чтобы что? Ну, то есть, я понимаю, что Россия не считает своих людей, особенно убитыми, в достижении какой-то там великой мнимой цели, но так же люди скоро могут закончиться. Я понимаю, что их много, но все равно. А зачем убивать просто так? Ну, не просто так. У этого есть два смысла. Есть смысл такой чиновничий, и есть смысл военный тоже. Чиновничий смысл описать достаточно просто. Чиновнику городскому поступает приказ. С вашего города, не знаю, там, тысяча мобилизованных. Ну, какой-нибудь маленький город, я имею в виду. Значит, он должен его выполнить правильно. И дальше вот по всей цепочке. Он взял, привез. Я взял, мне что написали? Привезти. Дальше военкома приходит приказ отправить туда-то. Отправил. Там сидит какой-то офицер. Офицер, естественно, пьяный. Естественно, ничем там не соображает. Мы же видим, какие у них офицеры в России. Тупое абсолютно, да, тупое пьяное животное. Ему прислали тысячу солдат. Ну, вот, ройте. Ему дан приказ. Он же сам не пойдет в атаку. Он скажет, там, вот, 500 человек каждый второй. Он выполнил свои приказы, понимаете? Он получил за этот зарп очередной. Он купит еще бодки и снова будет пьяный. У него все хорошо в жизни. Поэтому он правильно делает. И это, кстати, нам тоже на руку. И хорошо, что у них такие люди, такие офицеры, такая армия. Это хорошо, мы должны радоваться. Но военный смысл, к сожалению, в этом тоже есть. Потому что, знаете, очень точно было описано в одной книге, я помню, про бои под Оржевом во время Второй мировой войны, где погибло более миллиона солдат Красной Армии. Там было описано следующее, что приходили новые дивизии из Сибири. Их не то, что не учили, им даже не давали оружие. Их брали там, сказали, вот так, 500 человек построили и идите. Идите по трупам. Просто лежат трупы. Идите по трупам. Там на трупах вы найдете у кого-то винтовку. Найдете винтовку, стреляете вперед. Все. И вот эти 500 человек шли, шли по трупам. Кто-то нашел винтовку, выстрелил. И в результате, что было важно, что немцев мало. Немцы офицеры хорошо обученные, образованные, понимаете, сидят в блиндажах. Если из этих 500 хотя бы двое попадут в немца, то да, они 500 погибнут. Но это 500 просто баранов, тупых в смысле, необразованных людей. Но они убьют зато двух немцев, которых специально обучали много лет в академии, привезли из Германии, понимаете. И сейчас то же самое. Скажем, да, погибнет тысяча россиян. А эти жизни ничего не стоят. Эти люди, у них стоимости нет. Это самого низкого качества человеческий материал. Но они могут убить двух-трех наших бойцов, которых обучали в Британии, в США. Валифицированных, образованных, умных людей они убьют. Поэтому есть военный смысл. Вот примерно такой обмен происходит. Ну, если говорить о такой тактике, да, наверное, ведения боя, то часто сравнивают, кстати, с Советским Союзом, со Второй мировой войной. Вы вот привели тоже пример немецких солдатов и офицеров. Но здесь же нужно вспомнить, что тогда была не просто мобилизация и людей отправляли. Хотя отправляли и с кирпичами наперевес в руках, да, и в ватниках отправляли. Чернопиджачники были. Но, тем не менее, еще был ленд-лиз, по которому были поставки техники, в первую очередь. Техники вооружений, даже формы с пуговицами, более того. Сейчас этого ленд-лиза нет, есть просто мобилизация. И, соответственно, склады есть, на которых есть еще там законсервированные боеприпасы, танки, старых моделей 50-х годов, 60-х образца и так далее. Но ленд-лиза нет, соответственно, ну, хорошо, да, можно с кирпичами наперевес отправлять. Может быть, к кому-то и прилетит этот кирпич, да, из украинских военнослужащих. Ну, а дальше что? Договариваться с кем? С Китаем? Нет. С Ираном? Ну, ограничено, возможно. То есть, стратегически, а замысел дальнейший какой? Либо его просто нет, есть мобилизация и держимся, нам бы день простоять до ночи продержаться. Ну, я бы сказал, что последняя фраза, в общем-то, более-менее точна. Ленд-лиза у Советского Союза был не сразу. Да. Насколько я вот, я точно, естественно, не вспомню всех, да, не настолько хорошо знаю историю, но я думаю, что когда упомянутые мной бои под Ржавой происходили, еще и ленд-лиза толком не было, ну, по крайней мере, он не был развернут, да, поэтому это было от безнадежности тоже день простоять и ночь продержаться тогда. Сейчас у россиян, в принципе, такая же ситуация. Ведь даже математика показывает, что при потерях 1 к 6,5, которые озвучил наш генштаб, ну, просто мы сможем успеть убить, ну, уничтожить всех российских мобилизованных, сколько бы они не мобилизовывали. В смысле, весь мобилизационный потенциал, в принципе, подлежит уничтожению российский. Но, к сожалению, просто мы принесем тоже огромные потери. Россияне на это и рассчитывают, это их единственная надежда. У них, ну, военное преимущество, очевидно, Украины сейчас так получилось. Россия может покупать вооружение только в Иране. И все, наверное, больше вообще пока нигде. Но у них и они тянут время. Они считают, что мир не выдержит годами вот этой всей трагедии, которую они специально устраивают. Что если они зайдут еще в несколько городов и там убьют как можно больше гражданских, будут их пытать, насиловать и так далее, то мир содрогнется, ужаснется и запросит пощаду, чтобы больше они так не делали. В этом их план войны, по-моему. У них же нет именно плана военной победы больше. Военная победа уже не состоялась. План вот такой, за счет варварских разрушений добиться того, чтобы мир сказал уже, черт с вами, как бы, забирайте, что вам надо. Но мы на это не согласны. И хотелось бы тогда еще раз процитировать. Сегодня уже не первый раз далеко я цитирую The Washington Post. Они написали о том, что потеря Херсона подрывает военные цели Путина в Украине. Что вооруженные силы Украины, которые поднимают государственный флаг в освобожденном Херсоне и в других городах закрепили, ну вот именно по поводу Херсона, то, что закрепили самое серьезное политическое и военное поражение президента России Владимира Путина в войне. Тем не менее, мобилизация продолжается, абсолютно бессмысленные какие-то атаки с контратаками продолжаются, удерживание окопов за счет мобилизованных продолжается, ну, держит линию фронта, грубо говоря, да. Соответственно, согласны ли вы, например, с таким утверждением, что, по сути, было нанесено военное и политическое поражение Путину, если, ну, сценарий у Путина так точно не меняется? Давайте про военное, пусть скажет военный эксперт, я буду говорить о политическом поражении, все-таки мне проще и ближе. Это очередное большое политическое поражение. Он потерпел, Путин, много политических поражений на фронте вот за это время. Самыми крупными были киевская операция, когда мы разбили наши войны, разбили российские войска под Киевом. Ну, они же собирались брать Киев, в этом был их главный план. После того, как российская армия была разгромлена под Киевом, в общем, было трудно уже Путину рассчитывать на что-то серьезное, на серьезные успехи. Второе огромное политическое поражение, естественно, было, я думаю, крах Крымского моста, который символически уже почти до конца отрезал Крым от России. Ну, это добьют же когда-нибудь Крымский мост наши вооруженные силы, и это окончательно лишит Россию Крыма. Ну, и вот третье большое поражение – это Херсон. По дороге было еще много поражений, конечно, символических, таких-сяких, ну, вот три таких больших, значимых политических поражения – вот они. И вопрос сейчас, сколько Путин выдержит? Сколько Путин выдержит этих политических поражений еще? Мне кажется, что предел достигнут. Вот мне кажется, что ближайшее время самое мы увидим, что Путин заканчивается так или иначе. Он может заканчиваться в разных формах, это не обязательно переворот, который случится за одну ночь. Он может закончиться таким постепенным отстранением от власти, когда новые, так сказать, те, кто будут управлять уже Россией, не будут сообщать миру, что они отстранили Путина. Потому что, ну, пускай у нас будет тут Путин тоже сидеть и говорить то, что мы ему скажем. Такое тоже возможно. Но сам Путин будет цепляться за все это до конца, до последней секунды, до последнего российского мобилизованного, или будет отлавливать последнего человека, чтобы только послать его на фронт. Потому что он понимает, что с поражением заканчивается его жизнь и жизнь его родственников. Естественно, что если его отстранят полностью от власти, то жить он тоже не будет физически. Потому что у него слишком много денег, и нужно будет все это делить. Российская власть построена на дележе, ну, к тому, кто проиграл, да, когда там какой-то Лужков был, очень серьезный политик, такой мэр Москвы, но когда его смогли победить, то быстро разобрали на запчасти все его состояние, а потом он неожиданно умер. Так происходило с каждым, и будет происходить с каждым в России, у кого серьезные деньги, а у Путина 200 миллиардов долларов. Естественно, никто их ему не оставит, и наследников тоже в живых не оставит, я думаю. О чем еще пишет The Washington Post? О том, что Путин дистанцируется от военного поражения в Херсоне. Ну, он, в принципе, всегда пытается дистанцироваться. Там виноват Лапин, например, да, в том, что на Харьковском направлении отступили, мягко говоря. Там может натравить, например, Пригожина и Кадырова, она-то уже Лапина сейчас, опять пытается дистанцироваться. Ну, тут не столько виновных ищут, сколько сохранение жизни солдат, да, официальная версия. Но, тем не менее, пишут, пишет издание о том, что есть признаки того, что президент не сможет избежать последствий, поскольку потеря Херсона может разжечь антивоенное настроение. Ну, так видится The Washington Post. Скажите, вообще возможно ли действительно антивоенное настроение? Ну, например, для того, чтобы, как вы говорите, Путин закончился. Может быть, есть способ его заменить на какого-то другого Путина? Я в целом-то согласен с выводами Washington Post, разве что тут надо понимать, что антивоенное настроение, когда они говорят об антивоенных настроениях, не знаю точно, что они имеют в виду, где они имеют в виду антивоенное настроение. Я не считаю, что это вызовет антивоенное настроение в обществе российском. В российском обществе настроений-то нет. Ни про военных, ни антивоенных. Нет. Там где-то в марте-апреле еще были какие-то такие, знаете, патриотические настроения. Мы сейчас наваляем украинцам и так далее. Но если вы видели, с какими эмоциями, скажем так, россияне мобилизованные идут на войну, вот одни люди, которые бежали, мы знаем, с какими эмоциями они бежали от мобилизации. Это люди поумнее, естественно, по образованнее. Люди поглупее, по ограниченнее, они шли и садились в автобусы. Но заметьте, ни с какими-то боевыми песнями, ни с воплями мы сейчас наваляем как ламп. Они же этого не кричали. Ну, какие-то единичные случаи. В основном они идут на войну с криками «Господи, спаси, сохрани!» Поэтому там нет настроения ни таких, ни сяких. Но если же слова «Вашингтон-Пост» трактовать как антивоенное настроение в элите российской, вот это, да, это серьезная история, мне кажется. Все-таки элита в самом широком смысле – миллион человек, два миллиона человек. Я сейчас говорю про политическую элиту России, причем формализованную. То есть не просто тот человек, которому мы скажем «он элита». Нет, у него есть должность, имя, фамилия, должность. Там председатель Кировоградского, есть у них Кировоград, у них, наверное, нет Кировограда, Сахалинского какого-нибудь островного комитета партии «Единая Россия». Такой человек есть, понимаете? И вот таких там очень много. Их миллион, два миллиона, три миллиона. Ну, примерно, да. И вот у них, безусловно, сейчас антивоенное настроение, потому что они с каждым днем войну-то потеряют и проигрывают. Они не верят ни одному слову Путина, что еще можно все это разгорнуть. И они сейчас все ищут выход из ситуации для себя лично, для своей семьи, для своей области, для своей республики, для своей страны. Вот они этим заняты по-настоящему. А Путина продолжают отмазывать. Кстати, Вашингтон-Пост еще упустил, наверное, такой момент. Они же не за всем следят, они все видели. Что Песков, по-моему, сегодня, это было и вчера, на вопрос, а что там, про Херсон, почему Путин решил и так далее, ответил, так а Путин здесь ни при чем. Он прямо ответил, да. Это предложение Суровикина, а решение Шойгу. Но это прямо уже совсем не серьезно. И вы знаете, мы с вами над этим смеемся. Рядовые россияне верят, могут поверить, безусловно. Ну, вот эти, которые в автобусы садят. Но среди вот этой элиты не поверит ни один человек. Да, соглашусь с вами. Благодарю вас за это общение. Михаил Шейтельман, политтехнолог и писатель. Только что был в эфире нашего канала.